События 25-28 августа на проходящих через территорию Азербайджана участках трассы Горус-Гафан должны стать уроком для осмелевшей и начавшей забывать о своей позорной капитуляции Армении. О том, что она начинает вилять хвостом и забываться, свидетельствует её поведение. В частности, Ириван отказывается от выполнения пунктов трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Тайно и явно отправляет армянских военнослужащих на территорию временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана. Устраивает вооружённые провокации в приграничии в самом Карабахе. Разве это не свидетельствует о том, что армянская страна сознательно вступила на путь нагнетания ситуации и конфронтации? Азербайджан проявлял стойкость и выдержку всё это время, надеясь на благоразумие Еревана. Однако, подлое нападение двух армянских военных на азербайджанского пограничника переполнило чашу терпения Баку, и потому военным был дан приказ ограничить движение на трассе Горус-Гафан. По имеющимся у Калибера с данным, ограничение движения было связано с действиями по наведению порядка и прочесыванием местности после нападения на азербайджанского пограничника. Ограничив движение на дороге Горус-Гафан, Азербайджан также дал чётко понять, что речь идёт о его суверенной территории, въезд и выезд на которую регулирует именно Азербайджан. И армяне должны запомнить раз и навсегда, что передвигаются они по азербайджанской территории. Естественно, во избежание будущих провокаций, на азербайджанском участке дороги Горус-Гафан будет усилен контроль со стороны наших военных. По нашим данным, Армения этот сигнал получила и приняла. Поэтому спустя двое с половиной суток Азербайджан разрешил армянскому транспорту проезжать по своей территории. Но на будущее Армения должна свыкнуться с реальностью. Еревану следует сосуществовать с соседями в мире и уважать их границы. События последних дней должны стать уроком для тех, кто не понимает и не видит добрых намерений Азербайджана. Если же в Армении не захотят принять реалии поствоенного периода и будут вновь допускать прежние ошибки, то незамедлительно последует очередной болезненный урок, поскольку Азербайджан и далее будет регулировать передвижение по его суверенной территории так, как посчитают нужным. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok